Всем здравствуйте! Борис Корчевников в свои 38 лет ни разу не был женат. Шоумен по-прежнему холост и живет с мамой в центре Москвы. Накануне в эфире своей программы «Судьба человека» Борис сделал откровенное заявление. Так, в гости к телеведущему пришла певица Анита Цой. В ходе интервью, когда звезды обсуждали трудности брака, Корчевников допустил, что никогда не женится. Борис спросил у Аниты, как ее супруг Сергей Цой отреагировал на желание артистки стать певицей. «Вот если бы ты был женат, а жена твоя решила стать певицей. Ездить на гастроли, отсутствовать дома ночами, потому что все концерты заканчиваются ночью. Вот ты бы согласился», — ответила вопросом исполнительница. После небольшой паузы Корчевников предположил, что вряд ли на такое согласится. «Я, по-моему, не женюсь все-таки», — признался Борис. Корчевников не раз говорил о своем одиночестве в программе «Судьба человека». Ведущий даже завел аккаунт на сайте знакомств. В ноябре гостьей программы стала Анна Старшинбаум. В эфире шоу она призналась, что ей хотелось бы встретить свою половину, она даже завела аккаунт на сайте знакомств. Актриса спросила у ведущего программы, смог бы он искать свою любовь в интернете, и предложила ему заполнить анкету на сайте. Вместе Борис Корчевников и его гости отобрали фотографии для страницы. Анна предложила оставить снимок с младенцем, но убрать фото журналиста с другими девушками, так как те могут отпугнуть потенциальных возлюбленных телезвезды. Напомним, в 2017 году гостьей шоу Бориса Корчевникова стала актриса Анна Ковальчук. Телеведущий дал тогда звезде обещание, что в следующий раз, когда они с Анной встретятся, он будет женат. Но спустя два года, когда в ноябре 2019-го она вновь пришла на программу, то с грустью обнаружила, что тот все еще находится в статусе холостяка. Анна Ковальчук, в свою очередь, отметила, что проблемы Бориса в личной жизни связаны с его чрезмерной загруженностью на работе. Два года прошло, а я как будто вчера здесь сидела. У тебя было много работы, Борис. Ты создал замечательный канал Спас. Спасибо тебе, низкий поклон. Я вижу, что тебе некомфортно в твоем нынешнем статусе, сказала артистка. Корчевников же признался, что уже перестал считать отсутствие семьи проблемой. Стоит отметить, что известно лишь об одних серьезных отношениях в жизни Бориса. Восемь лет Корчевников был вместе с актрисой Санной Сесиль-Свердловой, но в 2016 году они расстались. И хотя роман с ней остался в прошлом, звезда телеканала долгое время переживал, что не смог построить семью. «Мне 35 лет, а семьи нет. Андрей, ты переживал по этому поводу, когда тебе было 35?» Спрашивал Борис Корчевников у своего преемника в шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова два года назад. Андрей успокоил коллегу. В этом нет ничего страшного, ведь он сам впервые женился в 39 лет, а отцом стал лишь в 45. К слову, в октябре прошлого года Борис Корчевников стал крестным отцом. Впервые о своем новом статусе телеведущий рассказал в судьбе человека, беседуя с певицей Натали. Тогда Корчевников попросил у многодетной матери дать парочку советов, как обращаться с младенцами. Артистка с удовольствием продемонстрировала на игрушечном пупсе, как надо пеленать ребенка и держать его на руках. Борис потренировался, нежно укачивая малыша и приговаривая «Не плачь, мой маленький». А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.